Ракетка Настольный теннис Настольный теннис это игра, которая была первоначально придумана в Англии. Настольный теннис интересен тем, что в нем могут играть два человека. Можно купить стол и поставить его даже у себя дома и играть. Но лучше всего, конечно, прийти в Ниагару и поиграть здесь. Здесь есть персональный тренер профессиональный, который может вас обучить, научить поднять ваш уровень достаточно высоко. И также вы можете получить большое удовольствие, поиграв с мастером высокого класса. Настольный теннис это достаточно сложный вид спорта, но могут в него играть как взрослые, так и дети. В Ниагаре присутствует группа детей, которые обучаются им от 7 до 13-14 лет. Достаточно хорошие перспективные дети. В принципе, очень интересно с ними заниматься. Каждому клиенту необходимо найти индивидуальный подход, ведь уровень и навыки игры у всех разные. В зависимости от уровня игрока нужно сначала посмотреть, что он умеет. И отталкиваясь от этого, нужно уже, может быть, подправить технику, может быть, заново все научить. Ну, в самом начале это, конечно, ставится техникой игры. Научиться играть в настольный теннис легко. Нужно лишь систематически приходить на тренировки. Я бы порекомендовал 2-3 раза в неделю по часу. Это достаточно, чтобы в течение месяца, я думаю, научиться более-менее играть, даже начинающим игрокам. Зато есть стимул – победа в турнире по настольному теннису. У нас каждый год проводятся турниры, в которых участвуют клиенты и Ниагара Оранж, и Ниагара Сити. Сильнейший уже выявляется. Настольный теннис – очень эффективный вид спорта для тех, кто хочет всегда быть в форме. Настольный теннис – это одна из самых динамичных игр, которые по энергозатратам можно сравнить с боксом. То есть задействованы все группы мышц – и ноги, и руки, абсолютно все. У этого игрового вида спорта в клубе Ниагара Оранж Фитнес есть немало поклонников. Профессионально занимаюсь где-то год в Ниагаре Оранж Фитнес. Так, занимаюсь 15 лет на любви и близком уровне. Когда я сюда пришел, конечно, благодаря тренеру Игоря очень почувствовал, что есть успехи в техническом плане. То есть стал лучше играть благодаря тренеру и стало больше получаться. Но это, конечно, вид спорта не для лентяев. Тут нужно двигаться, нужно приходить сюда работать. Что ж, после настольного тенниса мы идем играть в сквош. Сквош, как вы видите, это игра в специальном помещении, специальный корт, четыре стены. Главная задача в игре – попасть в переднюю стенку. В эту игру играют два игрока специальными ракетками, специальным мячом. В сквоше необходимо иметь ракеточку, говорить свой инструмент и мяч. Значит, есть различные типы мячей. Есть с двумя точками. Вот, раз, два. Это профессиональные мячи. Степень прыгучести здесь самая низкая. Есть с одной желтой точкой. Желтая точка. Вот, степень прыгучести чуть-чуть больше, чем с двумя точками. И есть для начинающих мячей с синей точки и с красной точки. То есть это для начинающих степень прыгучести больше. Соответственно, мяч лучше прыгает. И новичку намного легче ударить мяч. Второй необходимый компонент – это ракетка. То есть самый важный компонент, скажем так. То есть это ракетка для сквоша. Не для тенниса, не для бадминтона. Это для сквоша. Это что-то между, такой гибрид, скажем, между теннисом и бадминтоном. Специальная форма. Есть различные даже формы. Это, например, удлиненная. Есть расширенная форма. Есть меньше, есть чуть больше по площади. Но специальная ракетка для сквоша. То есть если будете приобретать инвентарь – только инвентарь для сквоша. Сквош очень хорошо развивает координацию, выносливость, а также благотворно влияет на кардиореспираторные функции организма. Исходя из специфики сквоша, в процессе игры вы активно прорабатываете мышцы ног, живота и спины. К тому же сквош – это отличный способ снятия стресса и напряжения. Однако, играя в сквош, необходимо соблюдать некоторые правила техники безопасности. Очень важно, чтобы вы следили всегда за своей ракеткой. Если вы видите свою ракетку, то, соответственно, вы никого не ударите. Потому что есть люди, которые не видят свою ракетку, не в поле зрения, а там может быть соперник, и потом получается травма. Кроме еще размашистой игры, очень важно, чтобы у вас на ногах была удобная обувь, чтобы она защищала ваши ноги от травм. То есть, самое важное – это ахилл был защищен и голеностоп. То есть, эти две самые уязвимые зоны ступни вашей ноги, которые могут пострадать. Если у вас надежная обувь, то ничего не произойдет. Если вы решите заниматься сквошем, то, в принципе, это очень легко сделать. Очень важно, чтобы первое время у вас был опытный игрок. Начиная от тренера и заканчивая просто опытным игроком. Чтобы он мог вам объяснить основные принципы, чтобы поставили вам правильную технику. Потому что залог правильной техники – это залог безопасного сквоша. Овладев техникой сквоша, вы сможете показать свое мастерство как на национальных соревнованиях, так и на международных турнирах. Благодаря тому, что мы регулярно проводим турниры по сквошу, уровень наших сквошистов довольно-таки высокий стал уже. Это позволяет им участвовать в соревнованиях, которые проводятся в ближнем зарубежье. Это Украина, Россия, Белоруссия. Также хочется отметить, что у нас даже есть победы на таких соревнованиях. Правда, пока не в категории Pro, так как есть категория Pro – это профессиональные игроки. Категория M1 – это любители высокого уровня мастерства. И категория M2 – это начинающие любители. Так вот, у нас есть победы как в категории M2, и так в категории M1. Категория M2. Сквош представлен сетью Ниагара Orange и сети фитнес. То есть сквош представлены тремя кортами. То есть два находятся у нас здесь непосредственно в Оранже и один в Сити. Корты у нас сделаны по последнему пику, так сказать, то есть по всем стандартам и правилам. Также я считаю, что очень большим плюсом игры в Сквош является то, что в него можно играть в любую погоду круглогодично. Так как тренировки проводятся, опять же, в закрытом зале. Также у нас на нашем корте есть специальные трибуны для зрителей, что создает, опять же, комфорт для наших клиентов, которые могут наблюдать за этой прекрасной игрой. А теперь нас ждет свежий воздух и корт для большого тенниса. Теннис во веки веков, он считался вообще аристократическим видом спорта. Но в наше время это очень популярная игра. И чем она хороша, что играть в теннис могут люди всех абсолютно поколений. Начиная с пяти лет и кончая с девяносто пяти. Для игры в теннис главное желание. Это самое главное. Как и, наверное, для всего другого. Конечно, ракеточку надо выбрать по весу, чтобы она подходила по возрасту, по росту, по руке. Чтобы было комфортно, удобно и безопасно. Но безопасно в наши горячие дни. У нас температура повышается до жуткости. И поэтому желательно кепочку одевать. И недолго находиться. Там сыграл час-два, сколько положено, и в тенечек пить много воды, для того, чтобы выводилась кислота. На наших кортах тренируются детишки, тренируются взрослые. Мы проводим турниры, как и детские турниры, так и любительские, ветеранские турниры. Занимаясь большим теннисом, вы улучшаете состояние всего организма в целом, а также отлично прорабатываете косые мышцы пресса. Однако не стоит забывать о грамотной технике игры. Я считаю, что это ошибки людей, которые сами хотят научиться играть в теннис. Стараются просто вот ох, я научился перебрасывать мячик и так далее. Желательно, конечно, научиться технике, потому что это все-таки небезопасный вид спорта. В плане том, что если вы неправильно работаете, играете, например, справа, может болеть локоть. Вы как-то не так подобрали ракетку или не та техника, болит локоть. Поэтому лучше всего это позаниматься с тренером. Хотя бы первый месяц, я не говорю 10 тренировок, это маловато, потому что техника очень сложная в теннисе. Это так с виду смотришь, вроде машут и бегают, и порхают, как бабочки. Но, в принципе, это как бы тяжеловатый вид спорта все равно. Он физически очень нагружает. И надо позаниматься с тренером. Технически, когда техника будет поставлена, справа, слева, слета, подача. Потом все, как по маслу, это все легко, комфортно, и вы не чувствуете никакого дискомфорта. Я занимаюсь теннисом недавно на кортах Ниагары. Мне очень нравится, подтягивается фигура. И вообще чувствуешь себя очень здоровым и спортивным. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы хотите приобщиться к культуре высокого общества, которое предпочитает такие виды спорта, как пинг-понг, сквош и большой теннис, корты клуба Ниагара Orange Fitness ждут вас.